Итак, как я и обещал, я поменял здесь разрешение записи. У меня было 1280 на 1024, а я поменял на 1280 на 720. Думаю, теперь ни у кого не будет жалоб на то, что игра в видео, вернее, не разворачивается на весь экран. Но это на компе, если, так на полный экран развернётся. А вот если на смартфоне, тогда будет не на весь. Я сделал так, чтобы на смартфоне на весь был. А на компе и в таком. Всегда смотреть удобно в формате. Так, это, видимо, тот самый бар на озере. Куда пошёл у нас тот Мордорок? Давайте-ка тут осмотримся вокруг. Тут больше особого нет ничего. Да и вообще. Мне, конечно, самому с таким разрешением играть неудобно. Не на полный ведь экран. Оно на компьютере. Куда это ты собрался? Туда! А для тебя вход закрыт. Сюда могут приходить только воры или рудокопы. Ничего, разберусь. А что, если ты скажешь по поводу небольшой платы за вход? А если я дам тебе немного руды? А немного это сколько? Короче, слушайте. Ему 10 кусков будет недостаточно, понятное дело. 50 кусков, он скажет. Но это лишь пламя на того, чего я называю. Что я называю? Немного руды. А вот 100 кусков даст. Сотни кусков тебе хватит? Вполне хватит. Проходи. Уж лучше я посмотрю со стороны. Отлично. Вот тот идол из сидра, про который укорили, что он болотник пробивает. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Ты выглядишь не слишком радостным. Какой-то у тебя слишком грустный вид. Какой проницательный. Мне срочно нужно избавиться от целой горы болотников. Ты продаешь товары из лагеря сектантов? Да. Я могу помочь тебе продавать болотник, но не за даром, конечно. Я могу помочь тебе продавать болотник, но тебе придется поделиться. Даже не думай меня обмануть. Я еще не слишком пьян, чтобы отдать весь мой болотник первому встречному. О чем я не говорю? Выпей еще за мой счет. Я тоже так думаю. Вот, выпей. Спасибо тебе. Я выпью за твое здоровье. Крупость неизлечима. Я давно это знал. Сейчас он еще больше опьянеет, и тогда-то уж нам будет легче с ним сговориться. Только между нами другим не нужно рассказывать. Идол Каган собирается подыскать тебе замену. Послушай, Идол Каган хочет найти себе другого помощника. Сейчас. Кажется, скоро тебе придется не сладко. Что? О, великий спящий, как же мне избавиться от этой травы? Подумай об этом. Ты отдашь мне болотник, и мы поделим прибыль. Подумай. Я продам твой болотник, а прибыль мы поделим пополам. О, спящий. Как же я замучился с этим болотником. Ты же не хочешь обвести меня вокруг пальца, да? Честное слово. Хорошо. Вот тебе весь болотник. Ты должен получить за него не меньше 400 кусков руды. Мы поделим их пополам. Как справишься со всем, приходи ко мне. Я все время буду здесь. Не знаешь, кто здесь может купить большую партию болотников? Если бы я знал, я бы и сам сходил к ним. Да, без этой проклятой травы я чувствую себя гораздо лучше. Ну, вы же знаете, что тут каждый день можно по одной сигарете продать. Вот сейчас-то мы и распродадим. Правда, на этом много времени уйдет. А так проверим, сколько у нас там. О, кольцо. А, это кольцо Мордорока. Нам его... Оно нам поможет увидеться с Ларсом. Кстати, имя Ларса надо будет назвать Гамезу. Чтобы он знал, что я знаком с ним. У нас сейчас вон сколько руды. Полотник. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Два косяка северного темного. Двадцать косяков зеленого ручка и десять собственных. Но у нас больше, чем пятьдесят косяков. Мы ведь еще взяли. А значит, и руды будет больше. Не думаю, что здесь что-нибудь измелькется. А где там Мордорок? О, а вот он. Надо выждать время. Спешка не доведет на дуру. Покажи мне, что у тебя есть. А, так нет, он же торгует там. Не хотел бы я, чтобы со мной... Скорее бог, это там рудокопы. Из свободной шахты. Ты со свободной шахты, верно? Ты работаешь в свободной шахте? Верно. А как ты это узнал? Сайфер. Не хотел бы я, чтобы со мной не знали. Поговорю-ка с ним. Слишком много предателей. Слишком... Как дела? Как дела? Как всегда. Мешаем Гамезу жить. Три убитых стражника и несколько ценных вещей. За это стоит выпить. Так ты один из тех, кто постоянно совершает налеты на старый лагерь? Нет. Только когда может подвернуться стоящее дело. Ясно. Но скоро я сам присоединюсь к старому лагерю. Однако... Я думал, это уже завершенный вопрос. На меня не будете нападать. Я могу у тебя что-нибудь купить? Может, лучше спросить так, что ты можешь предложить? Меня интересуют только крупные дела. Пока нет, я не могу. Так возвращайся, когда сможешь. Все время одно и то же. Что значит, меня интересуют только крупные дела? Не хотел бы я, чтобы со мной не знали. Дофигища. До хренища, точнее. Надо выждать время. Наверное, ты прав. Мог бы ему продать. Надо выждать время. Я думаю, что сбежка не доведет на собра. А что у нас там написано? Ладно. Давайте продавать тогда всем подряд болотник. Правда, все 50 мы здесь не сможем за один день только продать. Тем более, что у меня еще дополнительно больше десятка. Силос. Как жизнь? Как живешь? Никак. Похоже, тебе не помешает немного болотник. Просто подумал, может быть ты... Нет, не хочет. Я хочу пить. Я хочу выпить. Все время одно и то. А, у него вон что есть. О, стрелы. Стрелы мне пригодятся. Не думаю, что здесь хоть что-нибудь измерится. Вот, и все дела. Продадим ему ненужное оружие. Только между ногами другим не нужно рассказывать. Большой лук. Уж лучше я посмотрю со стороны. Стоп. А он, видимо, мощнее, чем мой костяной лук. Надо выждать время. Кажется. Средка не доведет до добра. Ну-ка, а что ему тут еще можно продать? И почему нельзя держать язык за зубами? О, а давайте-ка от болотника избавимся. Все было намного лучше, не то, что сейчас. А к лишних северных темных. А, вернее, у меня только два лишних-то. Остальные все это... Идлы из Сидры. Давайте-ка мне за одну руды возьмем. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Можно будет накупить руды за этот болотник. И тогда уже заплатим нужную сумму. Я думал, это уже давно решенный вопрос. 113. Надо еще что-нибудь купить. 128. 121. Наверное, ты прав. Что же можно еще такого продать? Не доведет до добра. И почему нельзя держать язык за зубами? Такое со мной больше не случится. Даже вот не знаю, что можно еще продать. Больше не хочу слушать эту болотник. О, мясо. И почему нельзя держать язык за зубами? Такое со мной больше не случится. Не пойму. Ладно, давайте что-нибудь тогда уберем. Раньше все было намного лучше, не то что сейчас. Что у нас тут имеет маленькую ценность? Надо выждать время. Надо найти. Пешка не доведет до добра. Блюд, тарелка 129. О, неужели есть. Вот что можно купить. Сдадим-ка ему вот эти тарелки. Они нам все равно не нужны. Не хотел бы я, чтобы со мной постучили так же. Этот бокал тоже не... Бокалы тоже не нужны. Больше не хочу слушать эту болотник. Болотник не нужный лишний. 152. То есть, издевайтесь домой. А, хрен с ним. Удачная шутка. А, точно, у меня же не хватает ему. Ну ладно, давайте сдадим ему уж один кусок руды. Тот самый, который мы сами же им купили. Так, стоп, а где руда-то? Вот здесь она должна быть. Вот, руда. Ну вот и отлично. Поговорим-ка с этим. Что-то ты делаешь. Что ты делаешь? Я готовлю шнапс из риса. Вот, возьми бутылку. Только не говори об этом силосу. Как идут дела? И как идет приготовление? Я не успеваю готовить столько шнапса, сколько пьют все эти типы. А пьют они очень много, поверь мне. Но это и хорошо. Пока я здесь работаю, прислужники лорда мне не мешают. Расскажи мне о лорде. Что ты знаешь о лорде? А, он самый гнусный тип из всех, кого я знаю. Его приспешники выискивают самых слабых и заставляют их работать на рисовых полях. Единственный, кто мог бы справиться с ним, это Горацио. Но он давно отказался от насилия. Я слышал, как он говорил, что мог бы с удовольствием избавиться от лорда. Но он этого никогда не сделает. Это против его убеждений. Вот теперь-то я и нашел причину подходящую, чтобы Горацио сделал меня таким же сильным, как и он. Я, кстати, знаю. Я прочитал, кстати, в интернете, что если у вас меньше 100 очков силы, тогда он даст вам дополнительно 5 очков. А вот если больше, то тогда вся сила у тебя снесется к стам. Но у меня еще нет 100 очков силы, поэтому получу только 5 дополнительно. Мне же лучше. Так, вы пропускаете столько воров и рудокопов, слышишь? Ты пропускаешь кого-нибудь, кроме воров и рудокопов? Братьями секты здесь проход всегда открыт. Но кроме них мы никого не пропускаем. Но этим дело не кончится. Ясно. Похоже, тебе не помешать немного болотника. Просто подумал. А у тебя... Так, купил. Нельзя верить всему, что слышишь. Как и тут дела со шнапсом? Зайди и спроси силоса. Нам не на что жаловаться. Чужие проблемы, не мое дело. Ладно. Пойдемте продавать этот болотник. И заодно зайдем-ка к этому Горацио. Чтоб он помог нам. Теперь-то я уже знаю подходящую для него причину. Сделать меня сильным. Но сначала... Продадим болотник. А, давай. Выше там еще один есть. Ему тоже продадим. Болотника хочешь? Конечно. Так, ладно. Кстати, а что там с Большой Лук? Он ведь, по-моему, мощнее, чем мой Костяной. Да, так и есть. У Костяного у Лука урон 36, а у Большого 40. Только мне надо для него 40 очков ловкости. А у меня сколько? А у меня так и осталось. 30 очков. А очков обучения всего 2. Мне не хватит. Так. Этот полотник не хочет... Эй, б... Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Так. Нельзя верить... Где этот Горацио? Не самое лучшее решение. Я думал... Он должен быть где-то... Среди крестьян. Прежде чем что-нибудь говорить... Интересно. Что-то есть. Больше не хочу... Во, Горацио. Я думал об этом. Я уже... И? Так. Да, я хочу избавиться от Лорда и его головорезов. Да. Я просто обязан избавиться от Лорда и его головорезов. Ха. Ты будешь далеко не первым из тех, кто пытался сделать это. Я избавлюсь от Лорда и его головорезов. Я избавлюсь от Лорда и его головорезов. Конечно, не без твоей помощи. Ладно. Я дал клятву, что больше никогда не буду бить человека. Но это не значит, что я не могу другого научить этому. Слушаю тебя. Если хочешь иметь сильный удар, ты должен знать основные принципы, как это делается. Это первое, что должен знать кузнец. Старайся наносить удар всей рукой, от плеча до запястья. Ну-ка, а чё он безук, как-то говорит? Спасибо, что помог. О, теперь звук. Используй свой... Это что, баг был какой-то? Ладно, только не буду я избавляться от них. А то ещё получу от кого-нибудь, когда всё пропало. Вернёмся туда. Там тоже парочка воров. Которым можно продать болотник. Это мы и сделаем. Опять одно и то же. В этом деле главное выждать время. А потом видно будет. Вот этим тоже. Интересно, а в этом что-то есть? Такое со мной больше не случилось. Давай, хоррень курить, говори со мной. Всё, время одно и то же. Ладно. Ну а теперь можно и в сам лагерь идти. Такое со мной больше не случится. Я думал, это уже давно решённый вопрос. Такое со мной больше не случилось. Пришли, наконец-то. Нам туда. Э, музыка где? Всё, появилось. А, вон где идолкоган днём. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Вор. Отлично. Вот тебе болотник. Сколько можно повторять одно и то же? Надо выждать время. А ты куда собрался? А куда мне можно идти? А куда ещё здесь можно идти? К Ларсу. Я хочу увидеть Ларса. Мне нужно к Ларсу. Мне кажется, он не захочет с тобой разговаривать. Я сам с этим разберусь. Ну, не буду тебя задерживать. Ладно. Ну нет, мне пока рано к нему идти. Я не имею отношения к Ларсу. Почему? Потом расскажу. Мы здесь за тем, чтобы никто из людей Ли или Гамеза не приближался к Ларсу. Ясно, этим не продаж. Шарки. Эй, как дела? Эй, как дела? Хочешь что-нибудь купить? Мне кое-что нужно. Мне бы не помешала пара вещей. О, он тоже торговец. О, у него руда. Как раз кстати. Продадим ему этот болотник. За руду. Со мной такого не случится. Ой, не то. Так, 250 кусков. Надеюсь, мне хватит этого. Весь северный тёмный. О, уже 200. А если зелёный новичок? 300? Не-е-е. Многовато больно. Во, вот теперь другое дело. Со мной такого не случится. Стоп. А у него, может, оружие есть получше моего? Я не буду вмешиваться. Да нет. Ты хочешь сказать? Ничего подобного. Об этом слишком много болтать. О, а вон ещё. Может быть, это правда. Эй, ты. Кто? Я? Да-да, ты. Подойди-ка сюда. Что тебе нужно? Что тебе от меня нужно? Ты ведь и не так давно здесь, да? Хе, я сразу это заметил. И тебе нужно многое знать и уметь, чтобы выжить здесь. И я могу поучить тебя, если хочешь. Прежде всего, следи за тем, с кем ты разговариваешь. Например, Буч. Вон тот вор у костра. Очень опасный тип. Держись от него подальше. Разберусь я с ним, если что. А что такого с этим Буч? Почему? Есть у него одна нехорошая привычка. Бить всех новичков. Так что постарайся не попадаться ему на глаза. Я с ним разберусь. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Зависит от того, что ты хочешь узнать. Нет, вскрытие замков уровень 2. Кража уровень 1. Не, он там, понятно, он обучает воровскому навыку. На вскрытие замков у меня пока тоже очков обучения не хватает. Так, вот тебе, Баловник. Я не причастен к этому делу. Ладно, посмотрим сейчас, кто кого. Похоже, в новом лагере у меня будет много драк. Мне казалось, что эта проблема давно уже решена. Пока он меня не трогает. Мне казалось, что это вот тебе Баловник. Мне кажется, что это вот тебе Баловник. Поговорим о чем-нибудь, Ром. Возможно... И тебе... О, сковородка. Поджарим-ка мясо на ней. Может быть, это правда. Возможно... Ну-ка, все было, что это проблема давно уже решена. Чего нельзя доверять. Каждый может обмануть. Просто подумай. Не думаешь? Ай, хорошая битва! Только попробуй сделать это еще раз. Что-то тут не то. Похоже, тот чувак был прав. Крайд. Здесь никому нельзя доверять. Это же не мое дело. Тихо. Слух тихий будет. Не обращайте внимания. Что тебе от меня нужно? Привет. Кто ты? Отличная драка. Не успел я. Только попробуй сделать это еще раз. Не успел. Не, похоже, у меня и... Броня-то не очень сильная. Да. Лучше от него держаться подальше. Только сначала... Заново продадим... Полотник. Я не причастен к этому делу. И поджарим мясо. Ой, баг какой-то. Мясо из чего-то не на сковородке лежит. Каждый может обмануть. Давай лучше сменим тебя. Еще один. Сколько можно повторять? Не хотел бы я попасть в багом не поведение. А дальше все было на многое. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так, что... Нельзя верить. Все лучше. Все было гораздо лучше. Нельзя верить. Сколько можно повторять? Сколько можно повторять? Что тебе от меня нужно? Конечно. Не самое лучшее решение. Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Кто ты? Меня зовут Волк. Я делаю доспехи. Где здесь продаются хорошие луки? Ты пришел туда, куда нужно. Ты можешь купить у меня хороший лук, если у тебя есть руда. У меня есть полотник. Ну-ка. Ты берешь в оплату что-нибудь помимо руды? А ты берешь в оплату что-нибудь еще? Я покупаю меха и шкуры у охотников. Ну-ка. О, у него руда есть. Этой руды должно хватить на весь болотник. Который есть у нас. Стоп. Так я его почти весь продал. А, давайте продадим ему еще что-нибудь. Ну, не знаю. Например, мясо. Жареное. Двести семьдесят восемь. Это лишка. Это лишка. Тут не могу никак слово подобрать. Это лишнее. Во. Лишнее. Так. А у него какие луки есть? Не, у него костяной самый мощный. А у нас есть и получше. Ну, продадим еще кусочек жареного мяса. И тогда будет столько, сколько у нас нужно. Ну-ка. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Развивай ловкость. Это поможет тебе добиться успеха в охоте. Ловкости может обучить. Так. Ну, потом. Разберемся. Я хочу научиться стрелять из лука. Я могу научить тебя, но не бесплатно. Мне тоже нужно на что-то жить. Сколько ты хочешь? Каждый мой урок стоит пятьдесят кусков руды. И торг здесь неуместен. Ясно. Но мне пока не надо. Ладно. Я продал весь полотник. Только еще как следует не освоился здесь. Тебе что-то нужно? Ну, а пока все спокойно. Если воры и дальше будут грабить... Ясно. Нельзя верить всему, что слышишь. Больше не хочу слушать. Этот ничего путного не говорит. Не самое лучшее решение. Не самое лучшее решение. Интересно, а... Кто ты такой? Торлов! Я был одним из главных организаторов мятежа на одном из военных кораблей. Не стоило этого затевать. Большая часть команды была на стороне капитана. Вот поэтому я и попал сюда. Ясно. Ясно. Интересно, а в этом что-то есть? Самое лучшее решение я не хочу в этом понять. Какое самое лучшее решение? Ну-ка. Эй, новые лица! Кто ты? Я Горн. Наемник магов. Больше не хочу слушать. Ну-ка поговорим. И в чем заключаются твои обязанности? А что должны делать наемники? Ли заключил с магами сделку. Он нанял всех лучших бойцов колонии. То есть нас. Мы следим за тем, чтобы никто не мешал рудокопам добывать руду. И охраняем магов. А маги делают все, чтобы мы смогли освободиться отсюда. За наши услуги нам отдают часть добытой руды. Ясно. А можно где-нибудь здесь остановиться? Могу я где-нибудь здесь остановиться так, чтобы не пришлось никого выгонять из дома? Не думаю. Но если уж так хочется, поговори со Шрайком. Он занял первый дом. Прямо напротив входа в пещеру. Он пустовал. Но вообще-то он принадлежит нам. Нам? Ну да, наемникам. Мы живем отдельно от воров. И обычно никто из Шайки Ларса не появляется на нашей половине пещеры. Понятно. Для нас это не так важно. Но Шрайк никого не спрашивал. А ворам ничего нельзя спускать с рук, иначе они наглеют. Не хотел бы я, чтобы со мной послужили завтра. Что я должен... Ты должен научиться хоро... Больше этого не спрашиваю. Ясно. Еще у... Ну давайте поговорим с этим Шрайком. А вот и он. Как дела? Нет. Он нам не отдаст хижину. Так просто. Теперь у меня есть повод убить тебя. Разобрались с ним. Теперь обчистим его. Сами спокойненько выспимся. Эй, ты! Не эй ты, а это мой теперь дом. Убирайся, или я позову Стража. Ты снова ищешь ссоры? Отвяжись. Проваливайся. Убирайся. Все, ушел. Стража, сюда! Чего? Оборзел что ли? Я тебе сказал убирайся. Убирайся. Пусто. Шаль. Поговорим с Горном. Шрайк нашел себе другой дом. Хорошо. Только что со мной говорил Тарнов. Он хочет сам переговорить с этим парнем. Еще увидимся. Супер. Кстати, насчет магов. Я тут в центре одного мага увидел. Давайте с ним поговорим. Вон он там. А вот и та самая гора Руды. Видите? Вот она. Но попасть туда можно только из храма магов огня. То есть воды. А меня пока туда не пропустят. Приветствую тебя, маг. Да прибудет с тобой благословение Аданоса. Я могу помочь твоему духу стать сильнее или дать тебе что-то полезное. Что я могу сделать для тебя? Ну-ка посмотрим. Вы хотите уничтожить барьер, но как вы собираетесь это сделать? Вы хотите разрушить барьер? А как это можно сделать? Для этого нам нужно очень много Руды. Во время особой церемонии мы направим всю силу собранной Руды на барьер и уничтожим его. Конечно, эта Руда привлекает многих, кто любит брать все, что плохо лежит. Поэтому у нас каждый защитник нашего плана на счету. Так, я хочу присоединиться к вам. Я хочу присоединиться к этому лагерю. Если ты хочешь присоединиться к этому лагерю, поговори с Ли или с Ларсом. Так, я хочу стать магом. Я хочу стать магом. Мы не можем раскрывать наше тайное знание своим врагам. Только когда ты докажешь нам, что ты верен нашему делу, мы сможем приступить к твоему обучению. Ну-ка попробуй с ней поторговаться. Вернее, поторговать. Исцеление, ледяная глыба, свет и ледяная стрела. Кольца разные. Ясно. Ну ладно. Давай, вскарабкайся уже. Так, кстати, в новом лагере есть кое-кто, кто может научить акробатики, но где он находится? О, вон, трудокоп КМР. Кажется, это вон там. Где-то. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Вор, вор, просто вор. Вот этот, вот он. Похоже, ты не слишком проворен. Я могу помочь тебе. А о чем ты сможешь мне помочь? Я могу обучить тебя контролю над телом. Это искусство называется акробатика. Я не слишком интересно. Подговаривай с ним другом. А сколько она стоит? Десять из очков обучения у меня всего два. Надо новый уровень получить сначала. Ну ладно, давайте теперь отправимся к этому Ларсу. Мы с ворами и так уже и наемниками достаточно. Завели связи. Надо еще с Ларсом познакомиться. Могу я увидеть Ларса? Спроси об этом. У Роско. Вон он. И куда это ты собрался? Я хочу поговорить с Ларсом. Ларс здесь, но у тебя должна быть веская причина, чтобы побеспокоить его. Возможно... Меня прислал Мордрак. Как можно не понимать этого? Меня прислал Мордрак. Его уже давно здесь никто не видел. Похоже на то, что он переметнулся к старому лагерю. Он показал мне дорогу сюда. Мордрак вернулся? Если встретишь его, то передай, что Ларс хочет видеть его. Мордрак передал кое-что для Ларса. Что? Кольцо. Наверняка дорогая вещь. Хорошо, можешь увидеться с ним. Отлично. А вот и он. Только сначала сохранимся, а то можем так ненароком к новому лагерю присоединиться. А мне этого не нужно. Я еще хотел сначала на свободную шахту пойти, чтобы болотник продать. Но сейчас я его и так весь продал. Поэтому мне там делать нечего. Там и поговорить с нескольким особо, и никаких торговцев, учителей нету. Я хочу стать одним из вас. Да? А кто ты вообще такой? Меня прислал Мордрак. Он передал тебе это кольцо. Хорошая вещица. У нас так принято. Взял что-то, поделись с главарем Шайки. Но то, что он доверил это кольцо тебе, говорит в твою пользу. Я хочу, чтобы ты сходил к нему и передал ему кое-что от меня. Скажи ему, что нам нужно заслать в лагерь сектантов своего человека. Я хочу знать, что они там затевают. Что еще я могу сделать? А что еще нужно сделать? У Идола и Сидра из лагеря сектантов есть трава на 400 кусков руды. Я хочу, чтобы ты забрал у него эту траву. Мне не важно, каким образом. Вообще-то, у меня уже есть та куча болотника, о которой ты говоришь. Да, умный ты парень. Если так, то продай и принеси мне 400 кусков руды. А у меня уже есть. Тогда можно будет поговорить о твоем приеме в нашу Шайку. 400 кусков руды у меня. У меня есть 400 кусков руды. Отлично. Конечно, это более чем достаточно. Ну-ка, я хотел бы чему-нибудь научиться. Кто здесь может меня чему-нибудь научить? Я могу научить тебя, как стать более сильным и ловким. Я хочу улучшить своим... Ну, давайте ловкость поднимем. За два очка. Ладно, не буду просить, чтобы он принял Шайку, потому что я не хочу присоединяться. Ну-ка. А там... Фух, еще есть задание вступления в лагеря. Ладно, надо только... Еще... Увидеться с этим... Мордороком. Так ты говоришь... Только нет, я не собираюсь присоединяться. Поэтому не буду ему говорить об этом. А... Связи у меня уже есть, поэтому можно смело отправляться назад в старый лагерь и присоединяться к нему. Но этим мы займемся в следующий раз. Я про... А где? Вот они. Хорошо. Отлично. Вот и все. Больше у меня никаких таких нету. И прохождение на этом завершается. Ну-ка. Альборос.